10 лет так быстро пройдут, что не успеешь оглянуться. Толя пойдет работать, Дима пойдет работать, и тогда мы заживем. Репутация у нее непоправимая просто. Мы же хотели решить ее мадринцу, блядь. Эта квартира, она не кормит детей. Она вообще никак не занимается семей. Тебе скажи, что им лучше в детдоме она. Чем с ней здесь? Я сама в детдоме выросла. Сама знаю, что это такое. Ей 35 лет. 32. Она Димку кормит, блядь, этой ебаной титькой. Пустым молоком, пустой водой вот это кормит. Я говорю, парни, дай поесть. Так Женька кормит, я говорю. Женя встанет, парнишка плачет. Девочка, иди поешь. Так это нормально? Ну, мы жили на Сахалине, а потом случилось несчастье. Умер мой папа. Обвал на шахте случился. Мы собрались и поехали. Куда глаза глядят? И вот, кстати, здесь живем. Работа у меня была. Там-то и дело, хорошая работа. Меня не выгоняли. Был сытый, семья была сытая. Ну, я сам виноват, что понеслась, понеслась. Раз, прыгал два, прыгал три и... За неделю, да. Я уже там никак не смог остановиться. Ну, сколько я уже? Пять месяцев, да? Полгода. Октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль. Вот уже март пошел. Я сижу дома. Ветела человека, познакомились. Два года жили, не ругались, пока не забеременела. А как забеременела, начала бежать. Родила, начал бить. Так и говорил, вон тубарь стоит. Я схватила полугодовалого ребенка и куда глаза глядят. По съемным комнатам мама помогала через знакомых за тысячу где-то. Вот пока с Олегом не познакомилась. Сюда переехали. Первый раз пришел с тортом и с бутылкой. Но я пить отказалась. Он сам всю бутылку вылезет. Сначала он от меня не уходил. Думал, он все, уйдет, уйдет. Теперь мне некуда идти. Начальница подходит и говорит, Олег, ты знаешь, что за тобой долг? От русского стандарта. Но меня брат как вставил, я ничего не могу поделать. На тот момент у меня долг было 90 тысяч. Пришел пакет с картой и с информацией. Как можно активизировать эту карту. Валера уже жил здесь. А я жил еще в подвале, в больнице. Но я-то не знал. Нужны были только мои паспортные данные. Он, короче, пришел ко мне на работу. Придумал легенду какую-то. Говорит, ну нужны твои паспортные данные только. Примерно через месяц. Звонок мне на работу. Тебя заходил, Олег Иванович. Я говорю, да. А почему мне платим первый взнос? Если он пойдет на работу, с него будут высчитывать половину зарплаты. Этот русский стандарт везде найдет. Слава богу, этот долг не коснется ни меня, ни Дима. Больше мне ничего не надо. Я спросила, а в случае смерти? Сказали, нет, не коснется. Хотя о смерти Олега еще говорить рано, но все-таки. Я так понял, что он снял все 50 тысяч и уехал в деревню. Приехал туда на такси. Пил, наверное, больше недели, наверное, там в деревне гулял на эти деньги. А от этих 50 тысяч мне тысячу подал. Но мне пообещал, я, говорит, буду выплачивать сам. Только, говорит, в милицию не обращайся. А потом Олег исчез. Так сколько уже лет-то прошло? Три года. Ну, я эти все три года платил. С тех пор у меня по зарплате пошло. От трех с половиной до четыре. А потом пошел кризис. Еще меньше. У меня выходило до 1200-1300. Неужели он действительно будет всю жизнь на пенсии сидеть над своей, на инвалидной? А на работу не возьмет? Сахарный диабет. Садик сейчас не берут. Отдельно для вашего ребенка никто не будет готовить. Так мне сказали. Ну, ему же нельзя еду, которую всем можно. Два года и ничего не говорят. Он калякает, как голодовалый. Хотя уже два года. Дети год лучше говорят, чем он. Но ничего, научатся. Я в 6 утра ушла. Я пришла в 12. У ребенка припадает, блядь. И врачи приехали. Они говорят, дайте ей сладкое. Вы или спасете его, или погубите. Одно из двух. А так он все равно умрет. Умрет ребенок рано или поздно. Он умрет. Если у него такого отношения будет. Ну, покажите. Хочешь пойти на каратэ? А зачем? Чтобы драться учиться. Чтобы всех побеждать. Даже двоих. И троих. Толя, учись защищаться. Но первым никогда не нападай. Понял? Повтори. Никогда не лезь первый. А себя в обиду не давай. Ага. А себя в обиду не давай. Никита всех детей главный. А, и Савелий. Вот их кто-то тронет. Они кого-то набьют. Я шел домой. И они меня ждут. Ярослав пнул мне портфель. Я ему ничего не сделал. Они побежали, а я пошел. Я такие мускулы накачаю. Потом наберу силы. И мне всем надо. А за что? А за то, что они пнули мне портфель. Прошлый год подарила Витик. Вернее, не Витик, а в новую приставку. Все соседи меня осуждали. Что жрать нечего, а такие вещи даришь. Да и пользовался он ей недолго. Сломался. У них сами компьютеры стоят. Толя смотрит за дверь, а Женя его пинками гонит. Да еще говорит, что твой сын какой-то тупой. Мол, его гонишь, а он не хочет уходить. Так если ему там интересно. Дура была. Вместо того, чтобы идти учиться дальше на профессию, пошла в поломойки. До сих пор поломойкой. Сунулась в училище, чтобы на профессию выучиться. А там мне отказали. Сказали, где вы были после школы. Врагу не пожелаешь такого положения, как у меня. Я и не желаю никому. Олег бьет. Има бьет. Наташа выпивает. Но про мужиков говорить нечего. Детям бы не дать совершить то, чтобы я сама совершила. Пусть будет трудно, но пусть идут дальше. Училище, институт, технику. Ну чего здесь жизнь надоела. Если нет, так быстро пройдут, что не успеешь оглянуться. Толя пойдет работать, Дима пойдет работать, и тогда мы заживем. Репутация у нее непоправимая просто. Мы же хотели решить и мудриться, блядь. Это вся квартира. Если нет, так быстро пройдут, что не успеешь оглянуться. Толя пойдет работать, Дима пойдет работать, и тогда мы заживем. Репутация у нее непоправимая просто. Мы же хотели решить и мудриться, блядь. Это вся квартира. Если нет, так быстро пройдут, что не успеешь оглянуться. Толя пойдет работать, Дима пойдет работать, и тогда мы заживем. Репутация у нее непоправимая просто. Мы же хотели решить и мудриться, блядь. Это вся квартира. Если нет, так быстро пройдут, что не успеешь оглянуться. Толя пойдет работать, Дима пойдет работать, и тогда мы заживем. Репутация у нее непоправимая просто. Мы же хотели решить и мудриться, блядь. Это вся квартира. Если нет, так быстро пройдут, что не успеешь оглянуться. Толя пойдет работать, Дима пойдет работать, и тогда мы заживем. Репутация у нее непоправимая просто. Мы же хотели решить и мудриться, блядь. Это вся квартира.